Добро пожаловать на наш канал. И в этом видео мы расскажем о том, как найти работу в Канаде и чем мы здесь занимаемся. В общем, есть сайт, который нам помогал уже, по сути, не раз. Там, нашим знакомым, это Indeed. Ссылка будет на этот сайт в описании. И, в общем, там вы просто заходите на этот сайт, ставите фильтры, которые вам подходят по поводу места, города, вашего образования, специальности. И там дальше отправляете везде свое режиме. Дальше, если вы не ищете какую-то особую специальную работу, вы найдете ее достаточно быстро. Если у вас какие-то определенные рамки, по такой должности я работать буду, по такой должности я работать не буду, то, конечно, тогда у вас могут возникнуть сложности. Например, если вы, там, врач-стоматолог, и вы хотите работать исключительно в этой сфере, то, и причем-то не ассистентом, а сразу врачом, то, конечно же, скорее всего, вы такую работу не найдете. Или же, если вы видеооператор, то тоже вряд ли. То есть, какие-то такие профессии, может быть... Вы, может, только найдете свою работу, но не так быстро, не сразу. Да, не так быстро. И там для многих работ нужно будет многое сделать, например, подтвердить диплом или какую-то лицензию получить. Поэтому в этом случае, конечно, вам никакой сайт не поможет. Это говорится о том, чтобы найти любую работу, более или менее, чтобы себя уже сразу обеспечивать. Ну, как бы, зарабатывать жизнь, а дальше там уже или искать ту работу, которую хотите, или делать все для того, чтобы ее можно было искать, или ее можно было найти. Да, в общем, какие есть варианты, можно так сказать, абсолютно для всех, на какие работы берут всех и какие цены. В общем, это может быть работа посудомойщика, это минимальная зарплата, как правило. Это может быть работа официанта. Тогда теоретически, если у вас есть базовый уровень английского, вы можете работать официантом, и тогда теоретически вы будете получать еще чаевые. Да, но там другой минус. Там сейчас очень ограничено количество часов. Официантам может быть зарплата выше, но вряд ли вы сможете работать full-time. Может даже не быть 30 часов в неделю. Поэтому, как бы, в этом может оказаться минус. Может, где-то и найдете full-time, но в основном, как бы, это очень-очень частично занятость. Да, затем есть работы всякие, так сказать, справительные установщики, окна, инженеров. То есть, такие тяжелые работы не с главным специалистом, но там помощником можно вполне устроиться, и это будет, как правило, не минимальная зарплата, а такая уже может быть от 20 до 25 долларов в час. Я считаю, весьма неплохо, но работы эти будут физически очень тяжелые. Есть другие работы, например, одна из таких работ, на которой... На фермах, пленнинг – это самое, что распространенное. На заводах – это что-то, что самое распространенное и первые работы, которые находятся. Да, даже вот на ферму не факт, что это будет минимальная зарплата, можно поискать, допустим, на зарплату до 20 долларов в час. Реально найти такую работу и на ферме. Так что переходите по сайту, и я уверена, что если вы не сильно придирчивы, переборчивы, то тогда вы быстро найдете там работу. Есть еще также сайт «Канада Чопбэнк», и мы также оставим ссылку внизу в описании, но с этим сайтом примерно там большинство работ держат, что и на Индиде, и они, как там работают, там объявления, там дана электронная почта, и ты пишешь на эту электронную почту, отправляешь свое резюме, и там с вами могут связаться. Но я даже не помню, откликал себе нам кто-то с этого сайта. В основном, по-моему, все было через Индиде. Так что успехов в поисках работы, и до встречи в следующем Индиде.